Я хотела найти няшный стих. Няшный стих. Чё? Остановку кажется чайка, не доходит до почвы снежинки. Расставашки всегда печалька, не летят на меня смешинки. Я все фотки храню на флешке, и почему там в душе так тяжко, и доскрыва в любимой кафешке, не спасая даже вкусняшка. Я вконтакте с тобой в обнимку улыбнулся на миг, я даже, ну куда подевалась, любимка, ты такая классная няша. Я куплю во фритюре картошку, и домой я отправлюсь добром. И назло я зарипну контрошку. Посети сладшеньком, бро. Ну что? Блять, что это было только что? Ладно, няшный стих, Андрей Гавер. Что? Заебись по соке клола за залал пятах, слова которых еще нет в словарях. Мид, хардлайн, лайн баф, кастовать термина, который многим не понять. Русский язык расширяется, толстеет, иностранных слов куча, новых слов масса. Уверен, что умные не топеют, вне зависимости от выбранной расы. От игр не глупеют, это вранье, опыт проведен, все доказано. Топеют от лени, понятно давно, и с десятками ученых сказано. Блять, внесите новую Еву, это сломалось. Иногда делаю. Затс. Делаешь росписи на стенке. Бабы Раги. Пахнет мясом подкопченным на решеточке, минус двадцать в свежем воздухе статичненько. И открыто в этот вечер тыр, форточки все накушаются, хотят, чтобы отличненько. Возле зеркала красуется тпшечка, в новой позе фотка с айфончиком. Во дворе уже по ночам опять тпшечка, и прохожий поделился телефончиком. Кто-то тащится от юмора мультяшного, кто-то сном а суп готовит, очень вкусненький, кто-то мишку обнимает, крайняшного, кто-то много обещает, фрун искусненький. Я немного писал картин реальности, быть серьезным иногда совсем не хочется, и тошнит меня порой от банальности тех, кто пишет про любовь и одиночество. Далеко и нелегко это дтп и прочее, все изби... И все избито, так и просит красноречия, и поэтому решил описать наш мир уменьшительно ласкательным наречием. Все? А вы какое уменьшительно ласкательное наречие... Это все? Что за конец, блядь?